всем привет ну по первому кадру уже понятно что будет вкусняшка окрошка вкусняшка набор ингредиентов не фиксированы кстати если что-то тут вам не нравится можете не использовать естественно ну мало кто не знает как нарубить овощи на окрошку по разному собственно говоря как хотите так и нарубите ну что-то покажу нарубил один огурец редиску не все используют кстати ну естественно как хотите картофель я отварил и уже он немножко остыл ну я довольно крупно режу ингредиенты окрошки кто-то любит поменьше а кто-то совсем меленько но на ваше усмотрение яйца естественно сваренные вкрутую чеснок 2-3 зубчика молодой чеснок майский очень ароматные использую в этот раз куриную грудку но часто использую вареную говядину очень хорошо грудка тоже неплохо да можно что угодно использовать колбаску на ваше усмотрение но таких три стрелки молодого лука я использовал в этот раз нижнюю часть она потолще рубил вот так очень люблю окрошку и ем ее не только до жарко практически все лето классная штука нарубил лук укроп все смешал размешал и часть отложил ну кто-то в семье может другую заправку применить вот например я добавляю к кефиру айран тан иногда в этот раз не добавил потому что у меня было кефира много хорошего кстати а тана не было с айраном но это на любителя мне нравится и так и эдак я два литра кефира налил в эту большую кастрюлю и примерно миллилитров 700 кипяченой охлажденной воды три капли чили соль все смешал размешал у меня получилось где-то 4 литра классной окрошки попробовал нормально пусть отстоится настоится в холодильнике подостынет немножко через часик можно подавать очень люблю это дело классно но это еще не все если вы видели в первом кадре была вот эта вот штучка молодая свекла вот я давлю эти стебельки они лопаются и выделяют сок классный и вкусный через день или даже через два я режу ботву свекольную вместе с листьями и добавлю к окрошке но и свеклу я тоже добавлю если она майская вот я отрезала ем она вкуснейшая ее можно есть сырую натер добавил лимонный сок и с удовольствием я добавлю натертую на мелкой терке свеклу пару яиц еще добавлю еще кефир добавлю если свекла уже июнь и июль то есть смысл ее запечь ну или хотя бы отварить да посмотрите конечные заставки там что-нибудь будет интересное вот это сырая сёкла она очень хорошо в этой крошке просто прекрасно вот такой а выграет так когда очень летняя и очень вкусная еда всем удачи пока